Итак, мы продолжаем нашу программу. Ещё раз всем здравствуйте. Продолжаем говорить на актуальную тему простуды, заболевания. Простуда, перенесённая на ногах и невырученный грипп, чреваты осложнениями, порой довольно серьёзными. Об этом поговорим с нашим первым экспертом, кандидатом медицинских наук, врачом-кардиологом Ленаром Кашаповым. Ленар Амилович, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Ну, давайте вот сразу расскажем нашим зрителям, какие могут быть осложнения после гриппа или... И после тех ситуаций, когда люди переносят на ногах свои заболевания. Да, если, допустим, тот же самый банальный ОРВИ переносить на ногах, нормально не лечиться, то есть не соблюдать постельный режим, сбивать температуру, скажем так, когда это не нужно делать, то есть если температура невысокая, то достаточно часто развиваются осложнения. Какие это осложнения? В основном это лорорганы, да, то есть либо синуситы, либо фарантиты, либо ларингиты, фарингиты, то есть потом уже дальше, ниже, может быть, трохииты, бронхиты, пневмонии и так далее. То есть это всё опускается, скажем так? Да, да, да. Я даже слышала, что вот на сердце это очень серьёзно действует, допустим, грипп, перенесённый на ногах. Это правда или... Да, дело в том, что здесь два аспекта есть. Для сердечников само по себе, то есть любое заболевание, вирус на природу, даже если банально ОРВИ, оно будет приноситься тяжело, потому что это высокая температура, это нагрузка на сердце. А если мы получим осложнение в виде, допустим, бронхита или пневмонии, когда у нас идёт проблема уже с кислородом, да, доставка кислорода тканем, она у нас и так страдает у сердечников, а тут ещё хуже получается, то мы можем получить либо декомпенсацию, либо ухудшение состояния пациента. То есть, говоря простым языком, когда мы болеем, то организм работает на максимум для того, чтобы избавиться от этой болячки. Поэтому, если мы не лежим, а бегаем по улице, да, и работаем, то нагрузка возрастает ещё на 100%, да, и поэтому у нас всё-всё-всё быстрее и быстрее изнашивается. Примерно так это работает, простыми словами. Ну, простыми словами, действительно так. То есть, когда человек болеет ОРВИ, то действительно нужно соблюдать режим постельный, то есть, отдыхать, надо пить много жидкости, то есть, много воды нужно пить. Далее, с температурой тоже вот здесь у него так просто. Да, вот давайте вот, с какой температуры нужно уже, можно сказать, уж кардинальные меры применять? Ну, как известно, мужчины в 36,7 уже дорогая, я не могу сегодня ничего делать. Очень сильно больны. Да, вы знаете, здесь критерий такой. Надо смотреть температуру, и если температура до 38, в каких-то случаях, в принципе, до 38,5. Чем можно обойтись? Какими методами? В принципе, можно не сбить. Не то, что можно, не нужно сбивать температуру. Почему? Дело в том, что когда человек болеет, даже вот вирусной инфекцией, у нас включается, естественно, защитная сила организма в виде иммунитета, да. В том числе вырабатываются в организме интерфероны, вещества, которые работают против вирусов, да, как противовирусные иммуномодулирующие. Так вот, если мы температуру будем снижать, то выработка этих веществ защитных, она будет снижаться. Поэтому, то есть, сама по себе высокая температура стимулирует выработки естественных вот этих вот веществ, которые работают против вирусов. Поэтому многие, конечно, пытаются сбить температуру сразу, когда 37, 37,5, 37,6. И, конечно же, это как раз, наоборот, таки ведет к тому, что человек дольше болеет. Думают, что вылечимся быстрее, да, или на работу, например, нужно идти, какие-то вот срочные дела опять. Да, да, да. А по-моему, наоборот. Да, ну и представим себе такую ситуацию, она довольно распространенная, когда мы только-только чувствуем, что заболеваем температура, ну, те самые 37, да, 37 и чуть-чуть. Идти обязательно нужно. Как сделать так, чтобы не разболеться самим и не привести себя в какую-то критическую ситуацию и не заразить всех вокруг? Что сделать? Есть ли какие-то варианты? Чеснок вот вешать куда-то сюда. Да, народный или все-таки к медицине обратиться? Ну, народные методы, их, в принципе, нельзя исключить, да, потому что в каких-то случаях действительно эффект от них есть. Вот, но сказать только так, что просто находиться в покое и ничего не делать, так тоже нельзя. То есть, опять-таки, нужно соблюдать режим, то есть ни в коем случае не перенапрягаться, то есть не идти на работу. Если мы чувствуем, что мы заболели, если чувствуем, что собираемся болеть, то лучше взять больничный, то есть показаться врачу, открыть больничный лист и все, и дальше уже быстро вылечиться, да. Потому что многие так думают, что я вот вроде бы ничего, пойду на работу и вроде бы отработаю, ничего страшного в этом не будет. А на самом деле вот уже здесь кроется вся самая вот суть, то есть вот этого делать не нужно. Можно это еще и заразить, ну, опять же, людей. Конечно, здесь уже нужно думать о том, что действительно это может заразить, и поэтому здесь еще нужно включать меры профилактики, какие? То есть нужно помещение, чтобы оно было влажным, да, увлажнять его нужно, либо увлажнительный нужно быть. Нужно проветривать чаще, потому что вот эти вирусные частицы любые, чем больше концентрация в помещении, тем выше вероятность заболеть уже окружающим. Вот, ну и, соответственно, самое главное – обильное питье. То есть когда мы много пьем, то есть мы вот эти вот все токсины, все чужеродные вещества, мы быстро-быстро из организма выводим. То есть не дают возможности им разболеться. Да, вот признаки осложнений какие могут быть? Когда уже можно, наверное, ну, начинать бить тревогу, что ли? Да, вот здесь надо, значит, понимать такую вещь. Когда температура, сама по себе, при вирусной инфекции, даже банальной ОРВИ, без осложнения, она длится от 5 до 7 дней. То есть, допустим, температура в районе 5 дней – это нормально. Если же у нас температура все-таки держится больше 5 дней… А лечение происходит? Да, при активном лечении, имею в виду, да, то надо уже думать о том, что, скорее всего, присоединяется уже бактериальная инфекция. То есть вот эта самая бактериальная инфекция – это уже и есть то самое осложнение, о котором мы с вами говорим. То есть температура, она не должна быть больше 5-7 дней. В данном случае, и как правило, то есть когда идет температура, как правило, присоединяются уже другие симптомы. Например, боли в горле усиливаются, или, допустим, не заканчиваются, заложенность носа, появляется выделение, да, то есть желто-зеленого цвета, то есть появляется кашель, не просто сухой, а уже влажность, мокроты. В данном случае, конечно, это уже 100% признаки осложнений. Здесь уже, к сожалению, обязательно необходимо обратиться к врачу, потому что необходимо подключать антибиотики, как правило, в таких ситуациях. Алина Ромелович, давайте для того, чтобы… Я уверен, что кто-то сейчас слушает наши советы и думает, да ладно, пройдет и так, ничего страшного, поболею, не попью воды, и ничего не произойдет. Давайте мы напугаем чем-нибудь наших зрителей. Какие есть крайние случаи, то есть осложнения к чему могут привести фактически? Ну, кроме постоянного кашля. Вот если обратиться к практике, да, практике врача-терапевта, то очень часто бывает так, что ОРВИ нелеченое, то есть осложняется бронхитом. А если еще и бронхит нормально не лечить, то есть вот бывает так, что осложнение, довели до осложнения, так еще и осложнение мы не лечим, да, то в данном случае уже можно получить и пневмонию. Так левостороннюю, правостороннюю, двустороннюю, даже такие случаи бывают. А пневмония сама по себе лечится очень тяжело, очень тяжело. И в амбулаторных условиях это очень рискованно заниматься лечением таких заболеваний, как правило, таких пациентов мы кладем уже в стационар. И поэтому лучше, конечно, заняться профилактикой и активно лечиться, чем потом проводить время в больнице. Развращаемся к теме осложнений на сердце, да, потому что все-таки вы очень кардиолог, да, поэтому ваш профиль, ваш профиль. Осложнение на сердце, еще разок, как это работает и как избежать этого. Ну, понятно, что нужно лечиться, да. Чем это опасно? Инфаркты, инсульты, что может быть? Хотя нет, инсульт это не сердечный, да, инфаркт, что такое? Да, здесь значение не имеет. Дело в том, что вот, когда мы говорим про сердечников, да, это заболевание сердца всей. То есть это может быть атеросклероз, стенокардинопряжение, инфаркт миокарда перенесенного, да, хроническая сердечная недостаточность. Все эти заболевания, они чем характеризуются? Дело в том, что здесь происходит ослабленная работа функций сердца. То есть либо оно качает слабо, да, кровь, либо у нас ткани получают достаточно кислорода. То есть у нас есть одышка у таких пациентов, да. И поэтому, когда они болеют, сердечники, то, во-первых, сама по себе высокая температура, очень тяжело для них переносится. То есть у них и так организм, скажем, не такой здоровый, да, то есть кислорода не хватает, питательных веществ не хватает, для того же сердца самого, да. Соответственно, здесь эта ситуация просто усугубляется. А когда уже дело доходит до осложнений, то здесь очень опасно именно осложнение, связанное с бронхами, с трахеей и с легкими. Именно с дыхательной системой. Почему? Потому что вот здесь, опять-таки, сама ситуация того, что кислорода недостаточно таким пациентам, она еще больше усугубляется тем, что воспаляются бронхи, трахеи и пневмония та же самая. Она, конечно, значительно утяжеляет состояние таких пациентов. Леонид Армилович, давайте подведем наши главные основные итоги. Итак, если мы заболели, то самолечением занимаемся или нет? Самолечением однозначно не занимаемся. Запомнили. Дальше. Процесс профилактики. Проветривание помещения? Проветривание, увлажнение помещения, обильное питье. Самое главное. То есть витамин С можно добавить, еще тоже. Лимончик. Да. Все. Если, Свет, ну ты запомнила, если чувствуешь, что... Я все записала. То все. Мы тогда... Спасибо, да. Спасибо большое, Леонид Армилович. Да, все-таки закончим, да, на позитивной ноте. На позитивной ноте. Всем доброго здоровья, в том числе и вам.